всем привет сегодня подборка шабли ну классификация потому что после бордо меня просили такую же сделать по шабли и я говорю что сейчас в наших реалиях достаточно сложно найти ну подобрать вина чтобы показать как это может выглядеть но вот мне здесь повезло конечно не в полном виде в плане того что я не могу вам обеспечить все семь бутылок grand crew но так показать как это выглядит на что ориентироваться то принципе я все нашел давайте начнем сабли потому что до 1919 года это все был шабли в обычном виде мы увидим вот такой вот шабли чаще всего свеженького года 2018 например скоро и 19 должен появиться это конечно не так быстро появляется как новозеландский савиньон потому что из-за разницы в сезонах он совсем рано появляется но шабли принципе из-за того что это высококислотное свежее вино то она достаточно быстро появляется на рынке и учитывая то что сейчас все меньше его выдерживают там дубе в барийках опять к натуральному классическому виду пришли то не задерживают особенно жан-марк браккар это достаточно но известная марка он выделяется на рынке тем что он делает натуральное вино веганская даже вот здесь вот значок не до конца видно но он есть в плане того что она такое очень природное получается ну и свежий год с другой стороны у нас есть вот такой классический производитель ларош и вот такие вина они уже делаются не сказать что серьезнее скажем так но с потенциалом поэтому у нас например может быть 2013 год хотя я говорю что шабли предпочитают все пить достаточно свежим но с другой стороны потенциал у вина во-первых у сорта старения в шардоне достаточно большой но из-за кислотности конечно у него ну и пик подальше и промежуток его готовности тоже тоже довольно таки широкий вот тут я маленькую взял бутылочку даже не из-за того что это какой-то особенный производитель или это у нас 2012 год а из-за того что здесь у нас есть добавлено к шабли слово словосочетания виви это старые лозы и я как раз и хотел сказать что принципе про шабли то нечего особенно говорить в плане того что есть очень простая формула как брать шабли взял шабли хорошо если нашел премьер крю ну и есть возможность то это еще лучше если нашел гранд крю то вообще супер то есть тут повышение ну стопроцентное если нет денег то взял пти шабли на это попозже как ни странно после 1919 года выделилась как раз таки гранд крю по идее должно было быть премьер крю потом гранд крю но получилось так что здесь наоборот сверху вниз они пошли а почему потому что все гранд крю находится на одном холме и это просто участке одного холма давайте их перечислим что это у нас там получается бланшо бугро лекло пресс гринуй вольмюр и водезир иногда указывает участок мутон вот как раз таки он у нас здесь но по факту он находится частично на участке прес и частично на водезире вот здесь у нас как раз таки водезир и смотрите какие у нас года 2010 2011 для кран крю это абсолютно нормальная возраст и можно пить шабли и двухтысячных годов наверное и старше но это уже такой совсем другой смак но вот 2000 2011 2010 я считаю что вот как раз их сейчас время пришло особенно 10 мне кажется хороший год был так дальше в 1938 году определились премьер крю я честно говоря не смотрел сколько их но и достаточно много тут главное вот обратить внимание на вот это наименование премьер крю тоже можно брать достаточно молодой потому что ну там конечно папа выше уровень но с другой стороны и готовностью вина наступает достаточно быстро но вернее ее не стоит ждать поэтому вот семнадцатый год можно вполне брать и потом у нас уже в сорок четвертом году появился пти шабли принципе пти шабли это ну говорится так что это вино для тех у кого не хватает денег на шабли но с другой стороны это просто земли которые вокруг шабли разрешили назвать пти шабли хотя вот по факту шабли они имеют отношение только как соседи это как македония и греция до самые греки не считают македонию ну греческим миром вот ти шабли и шабли чем они отличаются почему такая большая разница и в цене и в качестве дело в том что шабли это как-никак но все-таки какая-то холмистая местность и поэтому там есть возможность даже в базовом варианте под наименованием шабли выпустить какие-то великие вина действительно очень хорошие хотя конечно если это этот же производитель будет премьер крю или гран крю это конечно будет выше опти шабли это у нас равнина поэтому и другие земли абсолютно потому что шабли чем она отличается очень высокой минеральностью это дно бывшего там миллион лет назад океана доисторического и поэтому там очень много известняка ракушек и разных других минералов которые обеспечивают вот эту и высокую кислотность ну вообще стилистику вина можно сказать потому что шардоне и шардоне в шабли можно сказать что это разные вещи и поэтому на самом деле как такой антоним этого вина можно рассматривать и бургундская шардоне в плане что это будет бургонь наименование или американские которые на самом деле очень такие жирные и хоть у них и высокая кислотность но все-таки стилистика немножечко в другую сторону повернут они конечно же вкусная вот но если мы говорим про шабли то классикой будет являться выдержанная в стали на осадке высококислотная высоко структурированное вино вот конечно grand crew ну и вообще некоторые виды могут выдерживаться в бочке но все-таки стилистика бочки здесь должна быть такая которая не мешает основному вкусу выражение тура а еще хотел сказать что пти шабли почему сейчас не может конкурировать потому что она стала достаточно дорогим и принципе тогда можно выбрать уже например бургонь олиготе или как раз таки бургонь шардоне они могут быть дешевле либо мы переходим на какие-нибудь варианты пиуэфюме и других там кислотных вин тиск типа мюскаде с авромен я понимаю что это немножечко другая стилистика но все-таки если мы говорим про шабли то ти шабли классическим стилем считать невозможно ну принципе я все рассказал поэтому теперь вы будете ориентироваться в мире шабли